Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова встречаемся на канале Голос Силиконовой Долины. И у меня есть некоторое письмо, можно так назвать. Я получил по электронной почте, и я почитаю вам сейчас это письмо, и я его прокомментирую по ходу дела. Единственное, что перед тем, как я начну читать, я скажу, что год назад это было, в ноябре-декабре 2011 года, у нас такой был большой вебинар по тестированию программного обеспечения на русском языке. И там было до 120 человек собирались. В основном это были люди, которые живут в России, на Украине, в Казахстане. Ну, было несколько, может быть, человек из Соединенных Штатов. Но, тем не менее, идея была этого вебинара в том, чтобы те, кто хочет понять, что такое тестирование, чтобы они поняли, те, кто хочет углубиться немножко, чтобы они углубились, не было уж прям такой задачи, чтобы вот с этого пойти работу найти. Но в качестве, может быть, первого шага. Хотя там уже, начиная с третьего урока, после третьего урока уже пошли ребята работу находить, просто по факту смелости, что ли. Вот они начали рассылать резюме с трех уроков и начали получать работу. Так вот, год уже прошел, и уже нет живых вебинаров давно. Но поскольку все это вывешено и как-то выходит в поисках, то какие-то люди вот натыкаются и, ну, смотрят вебинары. И вот письмо от Кирилла, который живет на Украине. Вот он написал такое письмо. Доброго времени суток, Михаил. Пишет вам житель далекой ныне от вас Донецкой области, Украина. Хочу выразить огромную благодарность за ваши вебинары по тестированию программного обеспечения. Вот то, что вывешено. Оно вывешено, и его очень легко найти. Это portnov.com slash ru. RU. Всего две буковки, да? portnov.com slash ru. Я в описании видео дам ссылку. Как они изложены и подробно разжеваны, что становится понятно абсолютно всем. По крайней мере, мне так показалось. Ребята, я хочу сказать, что абсолютно всем вряд ли. Но если у вас есть, как бы, здравый смысл, такой природный, и вы приличные пользователи компьютера, я не хочу сказать там гуру, ну, нормальный. Вот, то, в общем-то, вы должны это все понять. Ничего там, конечно, сложного нет. Я довольно просто излагал в очень популярном виде. Посмотрев вебинары вашей и Яны Мурза, Яна некоторую часть тематики покрывала по документации в тестировании, прочитав, опять-таки, по вашей подсказке, книгу Каннера, книга Каннера доступна, она есть на русском языке, можно ее качнуть, можно купить, я всерьез задумался о работе тестировщиком. После месяца теоретических учений я начал высылать свое резюме по разным компаниям. Я хочу сказать, что очень многие люди никогда не нашли работу, просто потому что не стали рассылать резюме. Они так посидели, посмотрели, подумали, а резюме рассылать не стали. Вот это очень важный элемент в том, что Кирилл делал. Когда мне поступил первый звонок от работодателя, я был очень удивлен и немного напуган. Это оказалась американская компания, ну, Кирилл просил не называть, поэтому я не буду. На собеседовании меня штурмовали по всей теории тестирования программного обеспечения. Создавалось такое ощущение, что вопросы частично были составлены с ваших вебинаров. Обратный порядок. Мы когда вебинары делаем, у нас есть список там из 60 вопросов, которые задают на интервью, и это процентов 99 всего, что спрашивают на интервью. Мы знаем, мы все знаем, что спрашивают. Тем более, что компания американская, а мы здесь на американском рынке, вот мы здесь знаем, что спрашивают. Поэтому курс был так построен. Ну, это, мне приятно, что так сказать, пересечение большое. Я был молодцом и не оплошал. Их не устроили мои знания английского языка. Действительно, сейчас, когда вы на Украине или в России, там вот на офшорных проектах работаете, конечно, поскольку клиенты в основном из других стран, то надо знать язык. Есть проекты внутренние, там чисто российские, конечно, там можно и обойтись, наверное, но без языка сегодня в IT очень сложно, без английского языка. Так что не удалось мне попасть к ним на работу. Второй звонок от работодателя. Через неделю, и я снова на собеседовании, я вам скажу, что иметь раз в неделю интервью даже здесь, вот у нас, не так плохо. А то, что это в Донецке, вообще я потрясен. То есть это очень здорово на самом деле. Это же не Киев, и не Питер, и не Москва, понимаете? Было очень странно и удивительно. Но на сегодняшний день я работаю в этой компании тестировщиком. Тестируем веб-порталы и приложения на Android. И я очень рад. Я хочу сказать, что он делает очень востребованные вещи. И если бы, допустим, Кирилл хотел по Соединенные Штаты поработать, то я думаю, ему пару лет на этом деле просидеть, английский подучить. И если у него есть образование такое, что ему позволит сделать рабочую визу, то есть по компьютерным каким-то делам или близко к тому, то он легко через пару лет, без особого какого-то сверхнапряжения, может это сделать. И я очень рад. Этой радостью хотел поделиться с вами. Может вы и не прочитаете это письмо, а удалите как спам в корзину. Это бывает, ребят. Я заранее извиняюсь, если с кем-то такое случится. У меня такое количество спама приходит, что все может быть. Но мне хотелось вам написать. И так далее. Вот я специально распечатал крупными буковками, чтобы мне легче было читать. Так что я хочу сказать всем тем, кто смотрит это видео. Почему я захотел вам это письмо почитать. Я таких много получаю на самом деле. Не то, что я там сильно хвастаюсь, когда хорошие слова говорят. Но смотрите, что получается. Человек, он даже не участвовал в живом процессе общения на этом вебинаре. Он просто пошел на ресурс, который доступен вам всем. Любой человек, который говорит, я хочу изменить свою жизнь. Ну, пошел. Он месяц позанимался теорией. А там же все вывешено. Вот наш вебинар, например, это, чтобы его пройти полностью, это часов 20 там записей. Ну, конечно, вы книжечку почитаете. Конечно, вы, может быть, две книжечки почитаете. Может быть, вы еще посмотрите на YouTube, очень много чего посмотреть. Ну, вот так как-то почувствуете себя и вперед. И сегодня такой рынок, ну, и в России, и на Украине. У меня были ребята, работа получали в Калуге, Скуратово. Я не знаю, где Скуратово находится. Вот Малюту знаю Скуратово. А где город? Тульская область, что ли? Я даже не знаю, где он, в каком таком Скуратово он находит работу. И вы можете сегодня, а мы говорим на этом канале не только о том, чтобы вообще жизнь менять, но мы говорим, как бы это все примитивно к Соединенным Штатам. Люди говорят, как попасть в США? Да вот так попасть. Пошел месяц позанимался. Ну, не месяц, ну, три месяца позанимайся. Пойди начни работать. Скорее всего, ты будешь больше денег получать, чем что-то там сегодня делаешь. И будешь в совершенно другой обстановке находиться. И будешь расти. И язык подойдет. Если у тебя нет, допустим, высшего образования по компьютерным делам, ну, получи. Ну, заочно получи. Ну, не обязательно пять лет учиться или шесть. За два года получи. Я когда-то второе образование получал, я за три года закончил математический факультет университета. Ну, просто ходил, сдавал экзамены там раз в месяц и все издал. Поэтому я что хочу сказать, что это не сложный путь. Ребят, это каждый, ну, каждый, так сказать, каждый, кто принадлежит какому-то кругу, каждый может. Ну, конечно, и английский надо знать. Ну, вот у тебя профессия, и по этой профессии делают рабочие визы. И это, в общем-то, более-менее отвечает на те вопросы, которые очень часто задают на нашем канале. Я еще сделаю отдельно сюжет о том, как стать тестером, тестировщиком программного обеспечения. И мы по шагам пройдемся. Но вот уже сегодня есть план. Вот пошел, портнов.com, слэш, ру. Ну, посмотри вебинар, посмотри второй, посмотри третий. Сам что-то поделай, потренируйся, книжки там есть. Вот уже путь. Поэтому, если у нас не фантазия, а мечта. Ранница между мечтой и фантазией очень простая. Фантазия не требует действия. Фантазия говорит, ааа, и ты уже там. Мечта, это такое сильное желание, когда ты что-то делаешь для того, чтобы добиться вот этого. Поэтому мечты реализуются, фантазии нет. Потому что к фантазии нет вашего усилия. Если у вас есть мечта, и вы говорите, а у меня нет такой профессии, которая... Ну, вот тебе профессия. Вот тебе несколько месяцев, и ты уже в этой профессии работаешь. Все, ребят, я с вами сегодня прощаюсь. И посмотрите, подумайте, поглядите, потратите пару часов, просто чтобы послушать первый там вебинар другой. И может быть у вас что-то такое щелкнет, и вы пойдете по жизни другим путем. Счастливо.